Чебоксар Из пятого в шестой. Кто будет представлять интересы чебоксарцев в шестом созыве городского собрания? Бюджеты не только, что было в повестке дня заключительного заседания пятого созыва ЧГСД. Планы на пятилетку. Что собираются сделать для столицы Чувашии депутаты нового созыва? Планы на пятилетку. Из пятого собрания чебоксарцы выбирали по смешанной и мажоритарно-пропорциональной системе. То есть половину депутатов выбирали по одномандатным округам, проще говоря, по фамилиям, а половину по партийным спискам. Специалисты отмечают, это способствует более полному учету голосов избирателей и точнее отражает реальную картину политической ситуации в стране. На избирательные участки пришли более 164 тысяч чебоксарцев. Это 46,5% от общего числа избирателей столицы Чувашии. Самая высокая явка наблюдалась в московском районе. У нас прошло итоговое заседание муниципальной избирательной комиссии, где мы подвели итоги выборов депутатов Чебоксарского городского собрания депутатов 6-го созыва. И хочу с удовлетворением отметить, что все 43 депутатских мандата в результате выборов оказались заполненными. У нас в бюллетенях по партийным спискам было включено 7 избирательных объединений из 9, которые выдвинули своих кандидатов в списке кандидатов на выборах. Ну и по итогам выборов можно сказать, что убедительную победу одержала партия «Единая Россия». Их избирательное объединение набрали по единому избирательному округу свыше 50% голосов избирателей. И в результате по перераспределению депутатских мандатов им было выделено 15 мест из 22 депутатских мандатов. Соответственно, по три депутатских мандата получили избирательное объединение КПРФ и «Справедливая Россия». И один депутатский мандат получил представитель избирательного объединения ЛДПР. Впрочем, кто займет эти места в собрании, пока до конца не ясно. Избранные депутаты по партийным спискам, так же, как и избранные депутаты по одномандатным округам, у них в соответствии с законом есть время для того, чтобы либо принять этот депутатский мандат, которым их наделила муниципальная избирательная комиссия города Чебоксары, есть возможность отказаться от депутатского мандата. В том случае, если у них статус не позволяет, например, они уже являются депутатами, либо они работают в органах государственной власти. Такое право у них есть. И в настоящий момент у нас семь избранных депутатов по единому избирательному округу написали заявление о сложении своих депутатских полномочий. Так, первым заявлением о сложении своих полномочий депутата ЧГСД написал Владимир Жириновский, лидер партии ЛДПР. Подобным образом поступили депутаты Госсовета Чуваши Игорь Маляков, Олег Николаев, Олимпиада Иванова, Валерий Филимонов, Дмитрий Евсеев, депутат Госдумы Валентин Шурчанов. Их мандаты перейдут соратникам по партии. Окончательный состав собрания станет известен через несколько дней. Итак, новый состав городского собрания депутатов избран, однако до первого собрания шестого созыва действует полномочия депутатов созыва прошлого. О том, что было в повестке дня их последнего заседания прямо сейчас. Первым вопросом в повестке дня последнего заседания пятого созыва стал бюджет. Несмотря на то, что республиканская казна по доходам на 2015 год уменьшилась на 172 миллиона рублей, городской бюджет вырос. Бюджет города на 2015 год увеличивается по доходам на 783 миллиона 439 с половиной тысяч рублей за счет увеличения безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней. Размер дефицита бюджета при этом остается без изменения в сумме 353 миллиона рублей. Это вот, скажем так, последняя лепта депутатов пятого созыва, что мы уточняем бюджет, уточняем в сторону увеличения, хотя, знаете, и я несколько раз давал интервью, говорил, что у нас ожидается некоторое снижение доходной части по итогам года. Средства в городскую казну поступили из бюджета республики. В основном это финансовые вливания, предназначенные для строительства, реконструкции автомобильных дорог и других объектов социального значения, отметил председатель постоянной комиссии по бюджету Владимир Кузин. Кроме уточнения бюджета, депутаты внесли изменения в устав города в схему размещения нестационарных торговых объектов. На первое заседание нового, шестого созыва депутаты, кстати, примерно таким же составом, соберутся уже на следующей неделе. Как говорят сами народные избранники, то, что состав остался прежним, позволит продолжить начатые в прошлом созывы проекты. В целом по городу и в отдельных округах. Это и строительство жилья, это и строительство реконструкции автомобильных дорог. Это незаконченная задача по полной ликвидации очередности по детским садам. На сегодняшний день с трех лет очереди нет. Следующая задача до двух с половиной довести и далее совсем ликвидировать очередно. Пока мы занимались садиками, появилась проблема, школ не хватает. Сейчас на очереди строительство еще шести общеобразовательских школ. У меня в моем округе, если узко взять 20-й округе, это Митово, Гражданский, у нас так было построено, Микрорайон был так построен на развале социализма и на возникновении условного капитализма, вот так на стыке. И настолько Микрорайон с точки зрения архитектуры неправильно построено, что у нас сегодня отсутствует почта и банк. Провели общественное слушание, конечно, жители поддержали. И вот сейчас на столе у главы администрации города лежит протокол. И на основании этого протокола будет выделена земля, пройдут соответствующие юридические процедуры. И надеемся, в следующем году, примерно к этому сроку, жители нашего юго-задного микрорайона, именно моего округа 20-го года, получат достойное отделение почты России и, соответственно, отделение банка. Шестой по счету созыв Чебоксарского городского собрания депутатов начинает свою работу. Кто-то будет представлять интересы горожан в первый раз, а кого-то уже можно назвать сторожилым собранием. С одним из них, а именно Александром Васильевичем Андреевым, мы сегодня поговорим об итогах работы прошлого собрания и планах на будущее. Александр Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, для вас, как для депутата, это какое по счету уже собрание? Это уже будет третий созыв для меня. Действительно, вас можно назвать сторожилым. Если говорить все-таки о пятом собрании, какие основные итоги, какие основные достижения может быть в целом собрании и вас лично, депутата? Ну, я думаю, что было бы правильнее. Я являюсь представителем комиссии по градостроительству и развитию территории города. Поэтому мне было бы все-таки корректнее и правильнее, наверное, говорить как представителю комиссии за работу своей комиссии, ну и, наверное, как депутат. Что могу сказать? Очень плодотворно мы поработали. И самый главный документ, который мы приняли в предыдущем созыве, работая в нашей комиссии, это, конечно же, генеральный план города, который определяет стратегию развития города на ближайшие 25-30 лет. Но в любом случае это живой документ, который всегда мы можем дополнить, изменить. Но какие-то векторы развития города он определяет. Затем я бы, наверное, еще по важности отметил, конечно же, то, что нам удалось принять много документов, по которым в городе Чебоксары теперь вот уплотнительную застройку мы проводим в самом крайнем случае, скажем так. Очень. Самое главное, что мы не проводим это без каких-то общественных слушаний или общественных обсуждений. Ну, вопрос важный. Да, почувствовали. Затем, думаю, что достижением также является, что в городе Чебоксары в прошлом году мы построили 325 тысяч квадратных метров жилья. Это как бы рекорд по городу Чебоксары. Даже в постсоветский период и в советский период столько никогда в городе не строили. Максимальное количество было это 314 тысяч. Вот мы превысили этот показатель. Я думаю, что это тоже хорошо, потому что в любом случае встроим мы для наших горожан. Что бы еще хотелось, наверное, отметить. Вот по ветхому жилью началось наконец-то движение в городе Чебоксары. Больше это касается района улицы Богдана Хмельницкого. Мы начали уже жителям предоставлять квартиры. И я думаю, что вот к 2017-2018 году вот ту программу, которую мы по ветхому жилью приняли, мы должны ее выполнить. Что же еще, наверное, потом? На мой взгляд, очень интересно. Если горожане помнят, проходило обсуждение. Это вот застройки центральной части микрорайона. Это вот когда мы приглашали испанского архитектора. Вот это вот Красной площадь и все-все-все. Он показал нам свое видение. И сейчас идут вот уже процессы по формированию, потому что я считаю, что это очень значимая территория для города. И ее нужно построить очень интересно и красиво. Ну вот действительно, многие горожане следили как раз за этим проектом. Все-таки он будет реализовываться или какие-то изменения будут, или будут какие-то новые проекты? Ну знаете, вот я могу отметить положительное то, что вот испанский архитектор, он нам дал концепцию, свое видение и представил только формы. Он, к примеру, вот он видит вот здесь вот такую форму. Ну действительно, концепция есть. Значит, 550-летие Чебоксара и 100-летие автономии. Мы что-то уже построим, и Красная площадь немножко поменяется. Есть такие вопросы, которые, например, не успели рассмотреть, что-то не успели сделать в пятом созыве и планируете продолжить рассматривать или делать в шестом созыве? Ну знаете, таких, я бы, скажем, наверное, только текущие вопросы. Все основные глобальные мы здесь сделали, но текучка она будет всегда, это рабочие моменты. Вот, поэтому я говорю, вот все, что теперь наметили в этом шестом созыве, нам нужно будет это построить и выполнить. Ну и, наверное, какие-то основные проекты, да, основные задачи, также строительство дорог, наверное, продолжится. Ну это обязательно, конечно, да. Это, во-первых, мы запланировали реконструкцию моста московского, да, строительство даже целое новое рядом, параллельно. Я очень надеюсь, что в этот период нам удастся, может быть, это завершить. Но, к сожалению, здесь вот много будет объективных экономических обстоятельств, которые, это вопрос объективный. Надеюсь, что мы это сделаем. Потом вот это Богдан-Хмельницова, улица Айги, развязку мы хотим сделать. Конечно, это кровеносная система нашего города, которая основная, вот, и я считаю, что без решения этих вопросов как-то город будет вот задыхаться. Поэтому будем особый упор делать на развитие дорог, дорожной сети. Но я уверен, что горожане уже чувствуют, что меняется все-таки в последнее время. Достаточно серьезно мы уделяем дорогам, это Яковлево, да, проспект, можно сказать, Марпосадское шоссе, много других второстепенных дорог. Поэтому работа обязательно продолжим, конечно. Вот вы уже сказали, чрезвычайно о планах на шестой созыв. И все-таки, может быть, что-то еще есть, что планируете сделать в шестом созыве, может быть, что-то с нуля начнете делать. И у вас лично, как у депутата в вашем округе, что планируете в первую очередь? Нет, если стратегически говорить, да, то я бы, конечно, хотел, чтобы мы реконструкцию Красной площади все-таки осуществили. Затем совсем недавно в городе проходили общественные слушания. Это вот по центральной части микрорайона, второй очереди это вот за мамой, да, назовем этот участок. Тоже очень я был удивлен активностью горожан, неравнодушием, потому что действительно значимый микрорайон. Сейчас вот, значит, с застройщиком мы, значит, несколько у нас есть вопросов от горожан, от всех. Я как депутат буду тоже это вопросами поднимать. Тот проект, который есть, на мой взгляд, он немножко недоработан, поэтому будем его дорабатывать. А то, что касается моего избирательного участка, и я как депутат тоже, конечно, мы продолжим всю ту работу, которая начата. Это, конечно, парковочные места во дворах, это проблема, да. Это, значит, внутриквартальные дороги, это детские спортивные площадки. Мы эту работу обязательно будем вести. Но потом, вот я, наверное, для себя еще тоже не отметил, здесь для горожан все, наверное, почувствовали, вот как по садикам мы решили вопросы, да. В основном они уже решены. Следующим этапом, я очень надеюсь, что появится федеральная программа, мой ориентир, это 16-17 годы, по строительству школ. Мы уже чувствуем, как их начинает не хватать. Затем это физкультурно-ноздоровительные комплексы. Мы эту работу в городе Чебоксары уже начали и продолжим, потому что мы видим, как этого тоже не хватает в городе. В северо-западном особенно районе. В северо-западном, да. Ну, вот я думаю, что мы завершим строительство вот центра по маутенбайку, который так называется, но реально он будет для всех наших горожан тоже. Это парк 500 лет. Да, в парке 500 лет. Это северо-западный район. Вот, потом в юго-западном, это вот на Чапаевском поселке мы хотим стадион Волга реконструкцию провести. Затем уже в этом году строим в Новоюжном, я думаю, что завершим строительство ФОКа. Поэтому горожане должны все это почувствовать, чтобы жизнь была в городе комфортнее. Еще хотелось бы вас спросить, как горожанин и как депутаты, может быть, есть что-то такое, о чем вы мечтаете, может быть, поменять в городе, сделать в городе. Но пока в силу причин это невозможно. Нет, конечно, знаете, как в рекламе сейчас по телевизору, да, мечтать надо о великом. Вот, поэтому, конечно же, я хочу, чтобы наш город был очень красивым. Да, вот опять повторюсь, мне хочется вот эту историческую часть завершить. Потому что вот как-то долго мы к ней не подступали, долго она стояла. Но, знаете, мне сейчас уже 50 лет, и я прекрасно помню, знаете, что было в исторической части. Вот помню центральный телеграф, помню там магазин природы, суд. Вот все, все, все перед моими глазами, да. И мне очень хочется, чтобы вот все приобрело новый облик. Вот моя мечта, скажем, да, чтобы наш город стал еще более красивым. И мы сейчас там много у меня есть таких идей, которые я уже тоже по набежной подсказываю, да. И говорю, что давайте вот здесь это попробуем на набежной Волге построить. Ну, например, да, смотрите. Вроде бы это небольшая мелочь. Вот как-то недавно я прогуливался по набежной Волге. И, может быть, вот вы обратили внимание, у нас есть там такая набежная немножко, она вся в бетоне, вот, конечно, со стороны Волги, да. Да, не гранит, к сожалению. Не так красиво, да, как во времена моей молодости. Там были белые колонны, такие беседка, ротонда, как мы с любви, вы знаете, да. Но я думаю, что ничего, это тоже можно изменить. Потому что у нас на берегу, вот, если кто-то смотрел, есть как бы три такие вот, таких три овала, которые немножко чуть вдаются вот на набережной, да. Я предложил, вот сейчас мы с главой города разговаривали, что хорошо бы там построить, к примеру, какие-то три красивые беседки белые, чтобы со стороны Волги, когда подъезжаешь, был вид поинтереснее, да. И даже вот я бы хотел, на мой взгляд, это тоже было бы интересно, вот Чебоксары написать объемные красивые буквы со стороны Волги, это, к примеру, белого цвета, вот, белые три беседки, и перед ними еще написано город Чебоксары. Вот у меня такая идея тоже есть, когда были общие слушания, я всем говорил, что, а давайте попробуем, вот, как-то скучно там, знаете, никакой интриги нет у нас по этому второму очереди четвертого микрорайона за мамой, да. Хотя у нас не осталось больше исторической части в городе, да, и мы должны условно ее назвать, что вот это историческое. Есть там замечательный дом купца Кадамцева, да, вписанный, потому что как мы будем праздновать 550 лет, когда у нас ни одного исторического здания нет. И моя идея была, и я предложил ее, может быть, там небольшое такое создать, вот, купечка Слобода назвать, какую-то сделать интригу, да. У нас было в Чебоксарах очень много купцов первой гильдии, да, мы можем восстановить какой-то исторический облик, несколько их домов там, вот. Вот, знаете, каких-то купцов первой гильдии, потому что я уверен, что если это мы сейчас не сделаем в этой исторической части, мы это никогда не сделаем. А хочется, чтобы вот после нас и для потомков осталось, что город вот такой с традициями, был купеческий. Вот у меня такая мысль, но здесь вот, конечно, экономическая составляющая выходит на первый план, но тем не менее, все равно я буду пытаться убеждать руководства города, что это все-таки нужно сделать там. Ну что ж, интересно, мне кажется, вполне осуществимо. Ну вот будем надеяться, да. Спасибо. Я напоминаю, мы беседовали с депутатом 4-го, 5-го и теперь уже 6-го созыва Чебоксарского городского собрания Александром Андреевым. Это была программа «Местное самоуправление». До свидания. Местное самоуправление. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова